Полуфинал, действительно, и уже катка вроде как идет, и мы сейчас очень быстро на нее переключимся и продолжим наслаждаться качественным Counter-Strike. Алексей, я не знаю, очень жарко в студии, потому что такая концовка матча, вот первого полуфинала, HellRaisers вышли в финал, и, в общем-то, оптик против Vitality, карта DeNuke, это уже третий раунд заканчивается, Vitality забирает себе первый, это девайсный, видимо, пистолетку они проигрывали, всем еще раз добрый день, и, в общем-то, мы только вот стартуем, это самое интересное, самая мякотка. Да, друзья, ну тут вообще просматривается довольно веселый матчап, оптик против Team Vitality, мы видим, да, действительно, нам пока подсказывают, как развивались события, оптики взяли пистолетные, потом разыграли антиэкономические, и вот Team Vitality уже взяли первые оружейные в ответ. Ну что, у нас в атаке играют французы, пока все довольно спокойно, раннего контакта особо нет, мы видим, что немножко проблемы по здоровью у Юги, ну и Vitality пока действует достаточно медленно. Апекс уже в секретке, готов встречать противника на улице, пока не было прохода особо активно, это вот тоже интересно будет раскидка от Алекса и его тиммейта. За красный контейнер уже летит Молотов, опасались, видимо, какой-то близкой позиции у нас ребята из команды Vitality, но оптик пока от этого отказывается, они играют четко за смоками, у них дистанционная игра, и, в общем-то, Кэйджин Би забирает уже Апекса, его там просчитали, в общем-то, падает также НБК, который попытался выйти на рампу, снапи его убивать. Да, Кэйджин Би, мы видим, отходит в секрет, перестрелочка у Алекса, есть информация о том, что игрок команды оптик находится в окне, конфиг в это время фокусит дверь, и там, возможно, будет игрок команды атаки. Также это РПК, который погибает тот конфиг, а также выход через будку просматривался, но это был Зиву через пристройку, и он делает фраг в ответ, 2 в 4 ситуация для француза. Считается также выхода в спину, кстати, Кэйджин Би рано или поздно покажется, наверное, уже на улице, снапи, возможно, также поджим через рампу, Зиву, дальше вышел против конфига, неплохо, но сам остался очень красный, но Алекса сообщает о том, что девятка под его контролем, но там вроде как кто-то должен выйти уже с атаки, или в защите там будет какая-то активность, но, в общем-то, пока не спешат ребята, и вот он врыв от снапи, который все это время поджимался через лобби, минус Зиву. Алекс последний, ситуация 1 на 3, бомба не на руках, но, в общем-то, очень сложное положение, Юги забирают последнего противника, это минус команда Виталити, в этом раунде оптик вышли на третий. Так, ну это еще и, кроме всего прочего, ресет экономики небольшой. Ну, как ты знаешь, они должны закупаться, учитывая, что там 4 калаша могут себе оформить ребята, Алекс только имеет у нас 3,250, и вот он бай от атаки, конечно, нельзя сейчас проигрывать, потому что, ну, это уже 100% будет ресет. Да, решили покупать, это МАК-10, это ЦЗ, это 3 АК-47 от Тим Виталити, без АВП пока у Датчан, снапи единственный игрок с АУГом. Ну и Виталити играет в похожем ключе, вот прошлый раунд мы видели, как-то очень по схожему сценарию развивались события, НБК буквально на голову упал своему оппоненту, есть энтрифраг, НБК, хорош, два игрока с бомбой, пытаются у Виталити пропушить, ох-то, просто танк НБК, тут есть РПК танк, но вот НБК явно сейчас перехватил лидерство у своего тиммейта. Да, это боевая машина, только что прошлась по улице, в общем-то, 3 минуса, отлично, Алекс роняет конфига, последний остается рефреш, новичок команды оптигейминки, пытается он дальше найти, конечно, свой фраг через будку, но мы-то знаем, что Апекс играет тоже аккуратно, понимает, насколько важно сейчас абсолютно всем игрокам команды атаки выжить, тут чекает выходы через скрипт, ну и рефреша уже замечает НБК, это было последнее, что он увидел в этом раунде, но Зиву тут же не отпускает противника, ну еще и забирает себя М4А4. Это второй раунд для атаки, ты знаешь, тут уже как раз-таки ресет от защиты должен быть, в общем-то там 1500, например, у Юги, 3300 Кэджун Би, он как-то может, конечно, кого-то проспонсировать в этом раунде, но его будет очень сложно выигрывать против Виталити заряженных. Действительно, у нас сейчас проблемы экономического характера у команды Оптик, и это может позволить Виталити выйти на неплохую дистанцию по взятым раундам. Сейчас мы видим 4К47 и М-очку, французы решили в большинстве своем играть через длину, еще один смог, Алекс пытается пройти, там с дегла попадает пулька, но на самом деле у Оптик не так много сил, привет, говорит братишка, и минус Кэджун Би. Ну да, на улице Кэджун Би, да, Зиву был к этому готов. Ребята, кстати, по поводу прощения никнейма Зиву, так желает сам игрок, и вообще французская КС-сцена сообщила нам о том, что все-таки Зиву правильно, хотя Зайву было в начале. Конфлик прорывается на улицу, Апекс к этому готов, только сейчас флешка прилетает, не важно абсолютно, Снапи вместе с Райфрешем, это 2-5 ситуация, и улица под контролем команды Виталити, они здесь короли, и должны все углы прочекать. Наблюдали мы вчера за нюком от Виталити против команды Pro100, напомню, тогда французы выиграли без шансов, по-моему, 2 или 3 раунда в атаке всего взяли простошники, и вот там, конечно, оборона Виталити была зубодробительной. Но здесь проблема в том, что, ну не проблема, а, наверное, не самая хорошая новость для Виталити заключается в том, что Оптик-то играет нюк, и играют они его достаточно неплохо, то есть, в целом, можно сказать, что повторится о том, что датская сцена любит нюк, героик играет нюк, Норс играет нюк, Оптик играет нюк, ну и, конечно же, про Астралис можно не говорить, да, это все, как бы, знают. И тут страшна команда, в общем-то, имя, которое нельзя называть. Кстати, по поводу маппика, Оптик выбрали карту дэнюк, Виталити ответили оверпассами, и третье решающее, если до этого дойдет, это будет инферно. Ну, тоже вот это интересно. Алекс режет рефреш, а что? Это где вообще такое происходит? Алекс у нас это тот самый парень, который гуляет на улице? Рефреш, ну, как-то там совсем не совладал с этой позицией. Последний снаппи, ну, тоже надеется на то, что кто-то будет спускаться через вентилен, но НБК туда не идет, и снаппи будет сам уже там выступать первым номером, судя по всему. Ну, и ждет все-таки Апекс. Это, кстати, был бай, потому что один побежал в мейн, и Апекс будет до конца здесь уже воевать. Ну, и снаппи, ну, тоже не устремляется, в общем-то, будет пытаться просто отойти с ЦЗшкой у себя в секрете кого-то найти. Ну, хоть что-то перенести в следующий раунд. В данном случае, действительно, это ЦЗшка и легкий армор. Так, ну, Виталити сравнивают счет 3-3. Здесь довольно комичный момент получился, но в целом справились здесь игроки. Мне нравится, что французы понимают экономику своих оппонентов. Они понимают, что либо это экономический, либо этот... А, вот, собственно, повтор. Да, спасибо большое за повтор. Мы в итоге увидели, как это произошло. Зарезали, зарезали, действительно. Картина называется «Неудача ФБРовца». Так, дверь не подрывается. Да, отменяется выход. В общем-то, там Алекс тоже хотел помогать своим тиммейтам выходить против мейна. Но смоки только на улицу. Алекс уже здесь появляется вместе с Зиву. Возможно, будет выход очень быстрый на секрет. Стена смоков. Виталити довольно часто ее используют как некий плацдарм для атаки. Ну и уже проход на секрет. Действительно, там один игрок. Это конфиг. Сейчас он встретит свою смерть в этом раунде. Это было слишком легко для игроков из Франции. И они двигаются дальше на базу «Б». Тут у них путь полностью открыт. Нет никаких проблем. Вряд ли вообще в целом команда «Оптик» в этом раунде что-то сможет противопоставить той огневой мощи, которая есть сейчас у французов. Ну и Виталити, в общем-то, заходят на базу «Б». Ну, слишком сложно там будут отыгрывать данный момент «Оптик». Вообще интересно, как отыграет. Вот не стоит, наверное, идти, спускаться вниз, а на улице кого-то пытаться подловить. Да, тут уже уход от НБК Аликса через секретку зафиксированный. Ребята понимают, что их будут встречать там. То есть они должны отойти еще обратно. И, возможно, это будет внедрение на рампы, где находится только один боец защиты. Это товарищ Кейжун-Би. Юги уже в секрете. И Алекс его встречает. Отличная работа. Снапи пока что не идет на размин. Слишком далеко он находился. Но это ЦЗшка, которая может быть успешная. Но, с другой стороны, Алекс тоже во всеоружии готов встречать противника еще второго в этом коридоре. Ну, конечно, они же не сами. Вместе нужно выйти. И Снапи замечен. И тут же ликвидирован. Саша, у меня есть новость. Французская команда Виталити является первой французской командой, которая играет в дисциплинированный Counter-Strike. Прямо здесь и сейчас. Это мои наблюдения, да. И я заявляю это со всей ответственностью. Ну, ты знаешь, Алексей, это значит то, что просто ребята сейчас готовятся, в общем-то, понимают, насколько важно отыграть на максимум вот этот период перед мейджором. И в этом матче уже показали то, что готовы забирать себе этот пик. Хотя Optic Gaming сейчас должны закупаться. Возможно, это будет выход на четвертый раунд. Появляется снайперская винтовка от Юги, от мастера снайперских вообще девайсов. И также есть ауку снайпи у всех остальных по эмке без глушителя. Только один набор дефузов и связка гранат, которая позволит воевать за улицу. Вчера у Юги был очень классный хайлайт на длине. Вот он, кстати, такой же мув сделал. Прожал длину и был здесь с АВП. Играл под вот этот вот смог. И, ну, показал действительно красивый момент. Он сделал три безответных фрага. И там, конечно, просто были проблемы. НБК нашли только что под точкой этом рефреш. Ликвидировал противника. Юги все еще пытается выйти на свой фраг с АВП. Но все же нужно отойти, потому что очень грамотно команда Виталити использует смоки. Они уже должны проходить дальше на секретку. В прошлом раунде получилось. Но здесь уже против вас не пистолеты, ребята. Так что стоит быть аккуратными. А Юги опасается выхода также через мейн. Ему помогает, кстати, пристройки Кэджин Би. Ой, Зива, это было очень опасно. Но до фрага дело не дошло. А вот теперь есть фраг. И 5 в 3 уже ситуация. В пристройке открывается, вернее, в ангаре открывается Алекс. Делает фраг в ответ 4 в 3. Ситуация здесь для Виталити. И было бы неплохо что-то уже предпринять. Юги в итоге закрывается. Там флажка неплохая полетела. Но Алекс успевает отойти в секретку. Там уже два его тиммейта подготовили почву для выхода на точку B. Ну и как стягивается команда Optic Gaming, это тоже примечательно. Зиву уже в длинном. Ну даже без флажки будет абсолютно все это чекать. И ну кто там на точке B у нас сидит тоже. Вот интересно по радару. Вот-вот, снаппи, да. Смотрим, да, снаппи все-таки за плентом. Но обычно эта позиция простеливается с короткого. Да, там уже простелы пошли. Снаппи красный остался. Пошла раскидочка. Алекс чекает. Есть, по-моему, информация о том, что за ракетой находится оппонент. В итоге 3 в 3. И Виталик имеет неплохие шансы, чтобы взять раунд. Очень важный минус здесь делает Апекс. Алекс забирает также вилку. Как же переворачивают французы красиво этот момент. Да, это было очень круто внедрение на плент B. Потом игра против выхода через рампу. Так как прочитали снаппи. Но на самом деле это дефолтная позиция. Ребята, туда еще молотов мог прилететь. Да и прострелы тоже были очень крутые. Сработали вместе. И самое главное, в чем проваливается защита команды Optic. То, что сыграл каждый по одному. Вот они коэффициенты от нашего партнера. ЕС.Б 3.30 на команду Optic. И это полностью оправдано. Потому что у них уже не сложилась карта Данюк. Пять раундов в атаке у команды Виталити. Как против них играть в защите потом, когда они перейдут и будут у вас уже душить? Классно разыграли сейчас Виталити. Этот раунд экономический Optic. Очень быстрый выход, судя по всему, от французов на базу. А, какой хэдшот! Тут же нужно отвечать РПК. Он это делает двумя фрагами в ответ. И 4 в 2 можно забирать этот раунд. Нужно поставить бомбу и нормально разыграть постплан ситуацию. Да, перерезаны были абсолютно все пути подхода на точку А, чтобы помочь Конфигу за этим дефолтом. Пытается все же выйти через вентиль. И у нас Кеджинли. Получается убить Алекса, но тот же в спину от Алекса. Апекс Алекса. В общем-то, Юги последний. Ой, это неприятная хаява. В общем-то, на девятке тут только вопрос времени, когда найдут последнего. И как он там вообще будет пикать? И сможет ли кого-то забрать Юги? Ну, это 6-3. Это довольно быстрый выход от команды Виталити на ту очко, который сошелся на том, что очень быстро они разменялись против Конфига. И нашли остальные позиции опорников и поставили бомбу. И потом уже были готовы отстреливать абсолютно все расположения, которые могли Optic для себя использовать. Конфиг был хорош. Но это был единственный плюс в этом раунде для команды, которая сейчас в защите проигрывает очень много раундов. Ухо, хватит орать вечер на дворе. У нас тут не вечер, у нас тут разгар. У нас тут самое-самое вкусное и самое уже интересное происходит на этой вечеринке. И куча, куча, достаточно много, в общем-то, качественной катушки, которая будет вам по вкусу, друзья. We play like and load готов к даже Стиву, скажем так. То есть у нас очень много было всего. Мы уже хорошо поели, был аперитив и сейчас уже мы расслабляемся. Но с другой стороны, это же все-таки финальная часть. Нет, расслабление главное нашим командам, которые сегодня показывают очень интересный Counter-Strike. Особенно Inferno между командами BIJ и Hellraisers. Нужно пересмотреть, кстати. Да, это было весело. У Vitality из позитива в этом раунде уже есть entry kill. Из негатива, конечно. Ой-ой-ой, что прилетело только что от Apex'а на улице? Уже 5 в 3. Уже можно дальше спокойно просто забирать этот раунд. Главное, допускать как можно меньше ошибок. Ой, Snappy. Довольно интересная позиция под углом против RPK. С другой стороны, тот пока что не выходит на него. Snappy забирает это вот. Уже размен должен быть. RPK роняет противника. Zivu погибает от рефреша. Но все же ситуация в пользу команды Vitality. Размен, плюс один и рефреш. Конфлик, дело в том, что по ним уже известно вообще расположение. Как же отыграет дальше Alex вместе с RPK? Один уже выходит на девятку. Попытались оптики поджать улицу. Но, тем не менее, Team Vitality разменивались плюс все время. И вот теперь уже выходит вперед по фрагам в этом раунде. Оптики перевернули, можно сказать, ситуацию с 3 в 4 к 2 в 1 для себя в плюс. И теперь RPK. Но RPK в соло, то есть тут как бы специфика карты такая, что можно попробовать разыграть этот раунд. Но нет времени. Да, но очень мало времени. Уже на скале здесь добирает конфиг своего оппонента. Как-то Vitality... У них просто получалось ломать улицу. Они это делали вот в этом раунде тоже. Пытались выйти именно в эту позицию. То есть в какой-то момент мы отмечали то, что 3 в 2 ситуация. Но потом все потерялись, как-то по одному дальше играли. Вот тут от Apex, конечно, незаконно залетает против Yugi. Ну и Snappy постарался тут, чтобы как-то пресечь очень быстрый выход под девятки от атаки. Ну, работая от конфига, понятно, что где еще может находиться NBK, который очень часто ходит или под рампу, или в ноль для того, чтобы напрягать эти обе позиции. Я имею в виду A и точку B через радио. Ну, с другой стороны, чисто позиционно, конечно, здесь ошиблись немного Vitality. И где-то в таких ситуациях, когда вы получаете хороший для себя размен, нужно просто остановиться и переосмыслить свою атаку, чтобы вместе выйти на размен. Ты заметил уровень продакшена? Нам показали все фраги прошлого раунда. Да. Мы, ребята, ничего не пропускаем. Наши обсерверы жесткие. И обсерверы, и продакшен, и джазовые музыканты, и аналитики молодцы. По поводу джаза, по поводу песен, Алексей, ждем. Ждем также возможный выход от команды Vitality на пятый, вернее, на шестой и на седьмой раунд дальше, потому что шестерка уже появляется, но этого, возможно, недостаточно. Почему? Потому что где-то можно отпустить, где-то можно еще сыграть 6-9, и, в общем-то, при условии взятия пистолеткой второй команды и оптик, можно еще вообще просесть и не потащить, даже если вы будете играть за сильную сторону на этой карте. Опять улицы у нас здесь активно щупают им Vitality, мы видим, что Алекс уже готов заходить на базу B. По большому счету, оптик здесь проходной двор, они даже не пытаются сопротивляться. Видимо, сейчас позиции обороны именно такие, что ребята предпочитают играть достаточно пассивно. Смотри, отдали окна полностью, да, здесь комбинация в два ствола у оптики, очень закрытая и глубокая оборона. Очевидно, продиктовано тем, что там были некоторые успехи команды Vitality на улице, но здесь пока не об этом. Ребята, посмотрите, выпустили РПК на девятку, но тот не забирает рефреша под собой. Работа от опорника была показана только что, Алекс на размене против Конфига, неплохо можно пройти дальше на девятку, смотрят все. Но 10 секунд до конца этого раунда, рефреш забирает только на РПК, но Апекс тут как тут. Дальше Алекса не хватило, Кэджун Би роняет его 1 на 3, ситуация Апекс будет воевать до конца, но 4-3-2-1 будет в скоре. И это минус раунд для команды Vitality на пятый выход, Апсик. Добро пожаловать. Еще после раунда забрали. Да, ну хороший, кстати, в итоге выход получился, серия разменов и Vitality, ну, пересидели, да, то есть совсем чуть-чуть им не хватило для того, чтобы поставить бомбу. Друзья, промо-коды. Это те коды, которые вам позволяют принимать участие в розыгрыше скинов. Сегодня у нас вроде как бабочка разыгрывается, это точно. И там еще, я знаю, будут какие-то скины, либо уже разыграли. В общем, мы тут занимаемся раздачей прикольных скинов. 5-6. Все это время, обратите внимание, каждый раунд Team Vitality есть закуп. И это говорит о том, что экономика у них находилась в достаточно комфортном состоянии. И сейчас Team Vitality все-таки попытается сломать вот этот уже стрик, по-моему, в 2 или в 3 раунда подряд от Оптик. Готовится разскейтка, судя по всему, на базу А. От улицы ребята решили пока что отказаться, потому что там у них действительно есть проблема. И это Кэджин Би, это тот же Юги, который с ВП будет стоять. Флешка неплохая, полетела Кэджин. Абсолютно слепой пытается подойти под этот угол. Нужно прочекать его Зиву против девятки НБК. Шах и мат Кэджин Би тоже падает. И, в общем-то, фрефреш только одного забирает. И это только вот шествие команды Vitality в этом раунде. Бомба будет поставлена. Снэпи последний, нужно идти на сейф Ауга. И это было слишком просто. Ты знаешь, вот против быстрого выхода, такого противоагрессивных раскидок, действительно, пока что Оптик Гейминг не мог найти решение. Вообще классно выглядит Vitality. Вот они, знаешь, так вот, да, раунд отдали, но при этом сказали, что все, мы свое будем забирать. Это, ну, в этом раунде, ты знаешь, я посмотрел на одного опорника на второго, на точке А, но я им не завидовал, честно, особенно выходящему конфигу на размен. И Кэджин Би вообще там прятался, господи, молился, видимо, в этом углу, чтобы хоть кого-то здесь нормально забрать и может быть даже выжить. Боженька, отпусти, я больше никогда не буду. Боженька, отпусти. Ты знаешь, вот какие-то картинки, типа, вот твое лицо, когда тебе на Б, на Инферно прилетает 10 флэшек. И ты с этим крестом стоишь просто и молишься, чтобы там не было выхода, еще и под молот, и вы дальше. Здесь их не было, здесь были только флэшки и смоки, которые команда Vitality умело использовала. Да, приятно выглядит Vitality, в целом их игра, смотреть за этим коллективом одно удовольствие. Теперь уже ждем мажора, когда они будут проходить испытания более сильными коллективами. У нас тут контактный выход, судя по всему, на базу B, как минимум на рампу. Аликс уже, Апекс, прошу прощения, находит минус. Путь на B-плэнд открыт. Была информация, что где-то здесь бегает парень с Юспиком без армора, вот, собственно, его и нашли. И в данном случае это был NBK, Юги, правда, умудрился сделать фраг, но тут же NBK делает минус в ответ. Остается один игрок, последний, это новичок команды Optic Gaming, Refresh. Ну и, в общем-то, рано или поздно по нему информация появится. В любом случае команда Team Vitality забирает восьмой раунд. Да. Опсик обезоруженный в этом моменте, но это были только пистолеты. Тяжко тащить против таких Vitality. Образцовая пока что атака на карте Денюк. Я понимаю то, что были у них там помарки, были моменты, когда они выходили и не давали свой размен, и даже большинство проигрывали, но потом все же за это все расписывались. И RPK дожидается Refresh. Опять же, отмечаем вот хладнокровие команды из Франции, то, что вот все позиции отрабатываются, никто не идет там по одному, не отдает калаши. И сейчас, ты знаешь, Алексей будет не самый лучший бай от команды Optic. Я там увидел уже вроде как скаут UMPшка. Ну, понятно, что денег очень мало. Работа от Алекса на ваших экранах, все остальные тоже там сделали по фрагу. MDK внедрение очередной успешной через Длинный выход на точку B. Ребят, код нужно писать не в чат, код нужно писать на сайт WePlayTV. Но с другой стороны, можно делиться этим кодом. Вы берете код, пишете это, да, можете делиться, можете кому-то его отдать, можете, да, то есть вас будет больше, если вы его будете распространять, условно говоря, но вам нужно зайти на сайт. Два крокодила! Что-то не так у команды Optic Gaming с экономикой, они решили здесь фортить. Поджимаю вдвоем в секрет, есть размен, 4 в 4 ситуация. Но если инфа о том, что два секрета, то это, наверное, будет быстрый выход куда-либо. Это рампа все же, там, кстати, никого нет у защиты, тоже интересно, Зиву уже все чекает, возможны подсадки от противника, все углы проверены. Ну и под девяткой тоже будет один боец, спина, Апекс все это дело читает, рефреш. Было опасно, но все-таки не убивает противника. 64 хп остается у Дэна Мадисклеера. И вновь, минута до конца раунда, настолько все под контролем атаки. Они просто сапогом душат оппонента Optic. Они пытаются перетягиваться, удивляют, но какое удивление было РПК. На девятке в таком тайминге забирает он конфига. Кейджун Би тут же на змей играет за Иву, Зиву. И Апекс ставят две точки в этом раунде. И мы сейчас будем смотреть уже последние половины. И что там на руках у команды Optic Gaming? Да ничего, еще все хуже, возможно, будет, нежели в предыдущем раунде. Это два скаута, уже два крокодила было, которые не сработали. Возможно, снайперские винтовки такие вот на улице себя уже хорошо покажут. Хотя, ты знаешь, вот исходя из того, какую экономику могут иметь мои противники, если бы я был капитаном Канады Виталити, то это был бы быстрый выход. Ну, это резонно, и против форсов и каких-то легких эко в этом есть смысл. Но тут по-другому думает СНАПи, который со скаута делает отличный выстрел. Тим Виталити, в общем-то, последовали твоему совету, решили запушить быстро рампу. Потеряли одного игрока, но, опять же, есть хороший раскид, которому они могут изолировать необходимые позиции, выйти на базу B, поставить пакет и забрать десятый раунд. А еще круче было бы выйти под раскидку через скрип на точку А. Ну, врыв неплохой от конфига, там проседает очень сильно NBK, RPK уже в следующей половине будет себя ощущать, уже в защите будет играть. И Юги под девяткой. Три в четыре ситуацию, Алекс не идет дальше, потому что там может массовая быть такая перетяжка от соперников. Юги, опасно! Попадание в голову, Алекс падает, как это было неприятно, но NBK тут, как тут на размене. Все еще есть минута для клатча. Зиву, NBK. Рефреш дожидается выхода от бомбы. Ну и, скорее всего, ничего не получится у суперкрутого новичка французской сцены. Зиву, который сейчас выходит на радио. Рефреш тоже идет на эту перестелку. Так, это можно было и не делать, учитывая то, что два твоих тиммейта находятся, конечно, там на рампе на бомбе, но они могут ошибаться, играть по одному. Ну, Рефреш действительно сделал абсолютно ненужный мув. 35 секунд до конца раунда есть у Зиву для того, чтобы разыграть этот клатч. Ну, кстати, здесь Тим Виталити непонятно почему. Продавив рампу и потом, сделав фраг сразу же в дверях, не изолировали гранатами и контрл рум, и выход через секрет, и не поставили бомбу. Я, честно говоря, не совсем этого понял. Решили они остаться на рампе, как-то разыгрывать, видимо, ожидая врывов со всех сторон от оптик, и в итоге раунд проиграли. Вот он фраг, это был entry-фраг в последнем раунде. Ну, что я могу сказать, 6-9, наверное, для атаки счет, в общем-то, шикарный. Вчера Виталити показывали очень сильную оборону. Ну, и теперь уже будем смотреть вторую половину. По оптику могу сказать, что, ну, достаточно... Вот их оборона не имела каких-то комбинаций на длине, прежде всего. И я не видел хороших врывов вот в ноль, знаешь, когда... Смотри, есть... Сейчас я просто хочу мысли закончить. Есть... Когда ты играешь в обороне, есть такая довольно распространенная информация, когда ты знаешь, что на улице там 2 плюс игрока или там 1 плюс игрок, то есть ты понимаешь, что там 2 минимум. И в этот момент есть отличная идея под флешечки ворваться в ноль и убить одного, ну, максимум двух террористов. Потому что если у тебя там 3-4 человека, значит, на длине никого нет. Значит, ты неправильно, да, неверно оценил информацию. И вот в этом плане оптики не показали никаких интересных идей. Ну, если посадить каждого из нас просто в темную комнату и показать только эту карту Данюк, эту сторону, то можно вот и не показывать никнеймов, я имею в виду, то вот был бы, наверное, один вывод, что команда, которая не совсем готова, не совсем вот часто играет карту Данюк. Хотя мы-то знаем, что датчане любят ее. Да. И привилегируют очень часто, особенно если это касается серии Best of 3. Ладно, поехали смотреть второй пистолетный раунд. Защита от команды Vitality, NBK, Smokey, Defuse, все остальные с арморами. И оптики имеют раскидку. Каженби вместе с Юги готовы уже распрощаться со всеми своими гранатами. Горит уже будка, пытается выйти рефреш. Находит Аликса без шансов. Зиву, раскидка там, раскидка, но мои хэдшоты будут лететь прямиком. И точно, в общем-то, РПК помогает. Каженби только сейчас отвечает 3 в 2 ситуации, пытается выйти дальше Кажен на еще один хэдшот, но пока что не дается ни РПК, ни НБК. Зиву тоже стоит, они понимают, что бомба лежит, и кому-то нужно перетягиваться через мейн, через пристройку. Там уже покажется вскоре еще один контртролист Зиву. Забирает Юги, но тут же падает НБК. Это клатч для Каженби. Да, Зиву уже сделал трипл, очень красивые у него фраги в итоге получились. Угу. Ну и доиграть нужно, доиграть нужно Зиву. Бомба как раз-таки у него под ногами, буквально РПК. В это время ушел с девятки, через улицу перетянулся в пристройку и сделал заключительный фраг. Ну, довольно неплохой раунд пистолетный был у Оптика. Они сделали раскидочку, в общем-то, да, опять же, неплохую. Был Молотов на будку, был смог в пристройку, если я не ошибаюсь, либо просто там был подвыход, но не суть важна. Суть в том, что была идея, и, в общем-то, пистолетка смотрелась достаточно симпатично. Да, учитывая то, что имели еще и опен-фраг у нас игроки Атаки, но потом случился Зиву, который просто на центре точки А разобрался со всеми. Спуск на вентиле, конфиг уже вместе с тиммэтом. Кстати, могут очень быстро поставить бомбу, но НБК должен уже встречать конфиг, там каким-то образом с глока забирает Апекса. Что вообще происходит? Ха-е-е-е! Точно, под Кэджин Би бомба лежит, пытается поставить ее снаппи, но НБК не преклонен. Вообще, в принципе, никто не будет здесь зарабатывать деньги, ребята, так что давайте обратно там, к себе домой. Аликс закрывает конфига, выходящего обратно через вентиле, идет дальше и сбривает рефреша. Сейчас будет первый девайсный раунд от обеих команд. Закупка калашей от команды Оптик. Ну, фармганы сделали свои минуса и заработали свои деньги. У Тим Виталити действительно сейчас Оптик будут покупать. Это 4 АК, 5 АК 47-х и есть набор по гранатам. Ну, теперь смотрим на раунд, что будут исполнять Датчани, как вообще будет складываться сейчас игра. Будет ли это стена смоков на ланге, либо там выход через дверь, может быть, рампу попробуют Датчани? Кстати, такое ощущение, что Алекс хочет вообще играть активно на улице. Нет, просто отошли ребята, откинули свои первые Ха-е. Алекс спускается, водит, наверное, показываться в секрете. Зиву помогает через улицу. Там, кстати, нет еще одного смока. Возможно, заблочили. Игроки защиты своим молотовым и Снапи уже прощупывают почву, чтобы выйти на рампу. Там только один НБК. Ой, какая флешка, а тут бы уйти еще. Откинул смочок, Натан, и смочок, конечно, кривой. Но суть не в этом. Суть в том, уже Алекс играет на хелпе, оптики отбили рампу. И вот теперь вопрос, пойдут ли они сюда вообще. Потому что есть, в общем-то, такая схема, когда ты понимаешь, что ты отдал рампу. Если второй приходит на хелпу, можно под гранаты сделать ретейк этой рампы, да, и там может как-то с хелпы подключиться, для того, чтобы законтролить эту часть карты. Но Виталити решили играть пассивно. Оптики также отпустили эту позицию, оставили люркера под базой Б, ну и теперь вот уходят в какой-то длинный такой загул. Возможно, будут как-то фейковать здесь базу А, потому что еще есть в наличии достаточное количество гранат. Что с этим пространством будут делать ребята из команды Optic Gaming, пока, если честно, непонятно. Вернулись обратно в ноль, и это будет раскидка дальнейшей Азиву надбудкой. Тут может оказаться просто Джокером в этой защите, которого очень сложно будет пройти. 35 секунд на таймере. И ждем этого выхода. Раскидка тоже готова. Красный конфиг, наверное, будет выходить первым. И поддержка. Вот он конфиг. Вернее, даже рефреш выходит. Но это слишком просто, ребята. Слишком прямолинейно, потому что вы не проработали по одной из позиций, но только ромба там была. А флешка вообще была через верх? Ну, никто не слепил. Хоть что-то вообще было? Флешку я услышал, Алексей. Вот показывали и одного, и второго опорника. Вообще был проходной двор с одной стороны. С другой стороны сами создали такой эффект присутствия. Ну, где-то на планете ребята из команды Vitality. Но там уже и Зиевус выше принимал, и все остальные тоже были в классных позициях. Вернее, там даже вот синий вентиль сработал. Мне понравилось, как он забирал первого противника. Было очень важно там не сплоховать. Это только деглы. На руках у команды Optic нет раскидок, только первый армор на снэпе. И команда Vitality может очень просто забирать себе 13-й раунд. Через длину, по-моему, решили играть здесь датчане. Зиеву с Аугом. Хорош! Как же это было красиво! И смачь два патрона в голову. Посмотри, посмотри на это, дайте Мэйс! Забрал все-таки Мэйс, говорит Зиеву. Это 13-й раунд для Vitality. В итоге 30-м патроном забрал последнего. То есть... Calculated. Да. Один магазин и минус команда Optic. Ребята, на ваших экранах один из эйсов. Вот запоминайте то, что все-таки все эти клипы, которые вы сейчас делаете, нужно сбрасывать нам. В группу ВКонтакте, ВП, там есть розыгрыш, конкурс. Вообще, вот кто впервые сбросит этот самый клип, то имеет огромный шанс попасть в команду. Или к Энкандису, или к Ухо, или к Страйку, для того, чтобы сыграть на мини-турнире, который будет после нашего чемпионата. Не сегодня, а вообще, в принципе, в ближайшее время. АПЕКС принимает выигры от Cajun B. Очень просто получается убить соперника, хотя 39 кп остается. Зиву на Страже Закона на улице. 5-4 ситуация. Опять решили оптик играть через длину. Это стена смоков. Слишком легко для Зиву, которая шьет с те самые дымы. Делает еще один минус. Алекс уже откидывает молотов через секрет. Через как раз-таки ту позицию, в которой сейчас находятся оптики. И попытается, видимо, зайти на базу B. Ну а Алекс вообще под флешку дальше душит своих оппонентов. Оптики ничего не могут с этим делать. А Алекс не ощущает триплкил от него. И это 14-й раунд для французов. Брата на сила Ауга. От Алекса вообще, в принципе, мы ожидали этого, потому что сегодня он начинал в атаке еще очень хорошо. В целом, это лучший игрок на сервере. 21 на 9 у него статистика. И там Зиву 19 на 7. Вот они будут между собой уже там соперничать. Понятно, что все идет как по маслу. Против оптик на первой карте. Ну и, в общем-то, еще один повтор. Смотрим на бай от оптик гейминг. Это калаши. Это Галил на руках у Снапи. Есть раскидка. И выход на улицу. Выход на улицу – это вообще надежда на то, что соперники будут поджиматься под красный контейнер, потому что все это можно очень легко прочекать без гранат, хотя они есть в наличии. У террористов Алекс вообще на дистанции принимает. Оптик играет через длину. 4 плюс 1. Да, тактика у нас. Один Уда Чан. Это Кей Джун Би находится сейчас в нуле. А эта же позиция называется лобби. Ну и Алекс через окно просматривает Сауга. Здесь уже рефреш. Готов входить в пристройку. Он там все еще смог. Алекс. Отличная стрельба от него. Пошел один. Второй был, кстати, близок к юге, к тому, чтобы погибнуть. Но в итоге это только размен. Даже не только. Для Оптик это вообще шикарно. Ну и рефреш. Пристройки как-то непонятно сыграл здесь Зиву. И сейчас еще и Алекс может погибнуть. А так он же и делает... Это не Алекс, это Апекс, прошу прощения. Он же ставит хэдшот своему оппоненту через текстуру. Юге уходит. Ну отходит, да. Что же, НБК в итоге попадает под спрей рефреша. 4 хп в итоге это очень важный фраг. Но 40 секунд остается у команды Оптик, чтобы провести свою атаку дальше на точку. А судя по всему, РПК там поджимается в лобби. И Кей Джун Би ловит его. Апекс последний. Он тоже в утке. Но ему нужно ждать этого выхода. Хотя с другой стороны там непонятно, где еще бомбы находятся. Кей Джун Би. Отлитая. Тут неплохой угол для Апекса был. Но тут же получена была информация Юге снапи рефрешем, которые могут выходить очень быстро здесь на позицию. 17 секунд. Снапи спускается. Это будет бомба под девятку. Так, а пойдет ли Апекс вообще? Ну бомбу он дал поставить. По деньгам вроде как все хорошо. И я так понимаю, что Дэн здесь исключительно по той причине, чтобы сделать экзит фраги. Выхода фраги. Фраги выхода, да. Если все уже переводить с английского языка. Да, в общем-то если мы понимаем, что атака здесь ставит бомбу и уже раунд диффенс никак не берет, то идея как раз таки у Апекса в том, чтобы сделать просто фраги и нарушить экономику таким образом у оптик. То есть они раунд возьмут, но потеряв, конечно, все девайсы, будут проблемы. Это понимает прекрасно оптики и это понимает Апекс, который выехал на небольшой охот. В итоге достаточно легко он забирает игрока. Команды оптик это седьмой раунд для датчан. Ну, тим Виталити. Ну, ты знаешь, что даже одного фрага хватало для очень хорошего урона по экономике команды оптик, так как только два девайса в итоге выходили в живых и сейчас будут дропы. Апекс молодец. То, что еще сам там дальше не пошел и не отдал свой девайс, ну, не то чтобы девайс, но просто там дальше будет играть с калашом, это поддержка аугов, назовем это таким образом. Ауги. Ауги, конечно, да, разрывают просто. Ну, эти углы, которые держатся аугами, это очень сложно выходить. И не важно, что у тебя там на руках. Это АВП, это калаш, в общем-то, или что-то из пистолетного оружия, который можно тоже использовать в динамике, там, в прыжках, в общем-то. Ауг не прощает вообще никого. Так, у нас там поджим на улице. Это Алекс, да, по-моему, поджал эту позицию. Оптики пока достаточно пассивно играют. Полетели смоки. Кстати, Молик, по-моему, диффенса как раз-таки для того, чтобы заблочить смок и появился просвет. Что, неужели не прощекают? Серьезно, в 2018-м... Ну, Алекс, на самом деле, любит вообще поджиматься под эту позицию. Очень часто там делает фраги. Если вы смотрите постоянно... Серьезно? Виталити играет на этой карте. Алекс, троих уже подпускает по одной линии, ребята. Ну, давай! Да, сейчас будет один, второй, третий. И только один фраг в итоге делает в итоге за его. Еще там неплохо ворвался через ангар. Забирает снайпик конфига. Юги играет на размене. Это уже второй фраг для молодого игрока команды Opti Gaming. Но NBK не отпускает его. Кэнджон Би последний. Ну, серьезно, несерьезно. Но все-таки вы же выходите через смок. Через агрессивный смок, да, Алексей? Но нужно все-таки такое чекать. И, кстати, эти позиции, опять же-таки, чекает очень часто игрок со скалы. Секретку, а потом под собой, чтобы его тиммейты могли нормально пройти к этому красному контейнеру. Ну, скалы не было. Задумался. Ну, я просто вспоминаю, где мой мемчик любимый. Не чекать буст на Инферно, не чекать катушку и не чекать вообще ничего. Вот он сейчас как раз очень кстати. Ладно, там первый, кто-то выходит, ты со смока там должен смотреть прямо, потому что там может быть еще какой-то угол в ангаре, да. Но второй, третий, ребята, ну должен все-таки кто-то посмотреть в эту точку. Ладно, это вообще пища для размышлений, пища для нашей аналитики. И РПК работа за плентом, АПЕКС в итоге добирает последнего. Отличная работа, 15-7, это маппоинт. И это, кстати, был, ну и еще есть пока что АПИ команды оптик гейминг. Кроме всего прочего, это ресет экономики. И это, ну, здесь уже как бы ГГ. Здесь я не знаю, что должны сделать оптики, чтобы... Ну, что они должны? Они должны взять раундов, 8 раундов для допов. Но тут же вопрос, наверное, даже не в раундах, а в содержании игры. То есть, если ребята не проверяют в таких ситуациях... Это не собранная спрей... Ну, решили, короче, просто запушить и быстро закончить игру. Такое ощущение сейчас от оптиков. Это была именно такая попытка. И бомба, которая сейчас лежит под Зиву, как раз-таки, мне кажется, красноречиво нам об этом сообщает. Да, Снапи там тоже, кстати, может уже получать пострел. Юги находит андвигей, неплохо Снапи воюет и забирает Зиву в ситуации. 3 в 3 в итоге остаются у нас обе команды. 3 хп от Кэджун Би, 76 и 56 у рефреша Юги, соответственно. В общем-то, Виталити филовые, и при этом Кэджун Би решил вернуться обратно в лобби. Но все же как-то нужно забрать эту бомбу, потому что Виталити все это дело должны держать под контролем. Алекс отвечает за девятку, остальные ребята тоже близко. Это против Мэйна, работа будет проведена. Ну и также против лобби все будет круто. Юги все еще в поиске, но понимают, что минута еще есть у атаки, но время уже потихонечку тает. И вы должны раскидывать как-то. У вас есть там уже молотом какой-то, смок, флешки, ну а как вообще выходить? Тут еще обновляется смок в пристройку. Три игрока на пленте у Виталити, они просто не отдадут этот плент. Это очевидно. И оптикам нужно, не знаю, вместе сыграть просто. А что рефреш? Он должен подойти по улице, например, вот у него будет платить все через пристройку. И, возможно, именно таким образом смогут ребята пройти. Но вот где ваши гранаты, тоже понятно. Абекс собирает все-таки Юги. 4 хп у него остается за этим дефолтом. РПК за своим вентилем. Стоит до конца. У рефреша не было шансов. И Кэджин Би тоже отлетает от танка. Седрик. Убивает последнего. Все-таки 16-7. Победа команды Виталити на первой карте второго полуфинала. Продолжение следует.